Добрый вечер! В эфире Вести Карачева-Черкесия. Вот что сегодня в нашем выпуске. Какой может стать региональная столица через 10 лет? Сегодня прошли публичные слушания по генеральному плану Черкеска. Реконструкция и ремонт дорог, поддержка участников по свой, членов их семей в Абазинском районе подвели итоги деятельности за 2023 год. Профилактика дорожно-транспортного травматизма. Этот и многие другие вопросы обсудили на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Семейные ценности, дети и родители за круглым столом поднимали важные проблемы с сотрудничеством органов власти и общественности родителей и педагогов. Вопросы развития российских субъектов. Сегодня председатель правительства Михаил Мишустин выступил с расчетом в Государственной Думе. Премьер-министр рассказал о помощи участникам специальной военной операции и их родственникам. Для решения социальных вопросов, возникающих у бойцов и их родных, создан фонд «Защитники Отечества». Его сотрудники работают в каждом регионе, помогая восстановить документы, получить лекарства и медицинские изделия, пройти профессиональное обучение и трудоустроиться. Особое внимание уделяется оперативному предоставлению льгот. Упрощен порядок выдачи удостоверения ветерана боевых действий. Теперь сделать это можно без заявления. По поручению президента России участники и ветераны СВО освобождены от налога на имущество. Благодаря инициативе депутатов Госдумы участники СВО получили преимущество при поступлении в ВУЗы. Сегодня прошли публичные слушания по генеральному плану Черкеска. Проектировщики представили свое видение того, какой может стать региональная столица через 10 лет. О планах на будущее города в сюжете Артур Амкце. Город будущего. Каким, по версии проектировщиков, станет Черкесск лет так через 10-20? Свое видение властям республиканской столицы на публичных слушаниях продемонстрировали специалисты Нижегородского научно-исследовательского института, который охватывает 72 региона и имеет за плечами порядка полутора тысяч проектов. Основная проблема, куда развиваться городу. Мы предложили несколько площадок под развитием многоэтажного жилого строительства. И, конечно же, основная проблема – это большая плотность населения и обязательно учет парковочных мест. Мы постарались тоже это учесть. При создании новой редакции генерального плана был сделан анализ существующей социальной инфраструктуры. Получена информация от профильных служб. Постарались учесть и мнения горожан. Так, по словам экспертов, помимо жилых застроек, Черкесску не хватает детских садов, школ, а также площадей под спортивные объекты. А вот нормативам по минимальному количеству зеленой зоны на одного человека город полностью соответствует. Дело в том, что стратегия развития города Черкеска была пересмотрена в части именно развития жилищного строительства на территории города Черкеска. И обязательно предусмотрены требования по координации территориальных зон на территории города Черкеска. Мы постарались учесть и разработать документ с учетом всех требований законодательства. Публичные слушания по генплану – своего рода информирование о перспективном преображении облика Черкеска. Теперь идеи проектировщиков будут рассмотрены депутатами городской думы на ближайшем заседании. В случае одобрения новая редакция генплана пойдет в работу. Артур Махцелек Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил ректора МГУ Виктора Садовничева с 85-летием и присвоением ему, президентом России Владимиром Путиным, высокой государственной награды – герой труда. Хочу выразить слова благодарности Виктору Антоновичу за плодотворное сотрудничество, которое сложилось между МГУ и Карачаево-Черкесией, а также за его личный вклад в подготовку кадров для экономики и социальной сферы республики, говорится в поздравлении Рашида Тимрезова. Успехи, недоработки и планы на будущее в Абазинском районе подвели итоги деятельности за 2023 год. На мероприятии побывала и наша съемочная группа. Подробности у Алибаташева. Первой по активности обсуждения жителями района в соцсетях стала тема дорожного хозяйства. Реконструкция и ремонт дороги Заул-Эльбурган-Ваул-Кубинов была начата три года назад. На сегодняшний день мы проложили около 12 километров асфальта. Данная дорога является четвертой категорией. При присвоении четвертой категории ширина полосы асфальтно-бетонного покрытия 6 метров, сама 10-метровая. В общем, вся дорога, весь участок дороги занимает 23 километра. Завершен капитальный ремонт средних школ. У Лапсыша-Аула Кубина. Созданы парковые зоны в Анжичукунском и Псышском сельских поселениях. Одним из приоритетных направлений деятельности администрации стала поддержка участников СВО и членов их семей. Глава Абазинского района Руслан Кужев в своем докладе отразил все направления деятельности района администрации. Экономику, здравоохранение, образование, культуру, социальную сферу и сельское хозяйство. Я считаю, что годы отработали удовлетворительно. Будем стараться, проблем много. Где-то и водоснабжение, где-то практически завершено, где-то частично, где-то еще много работы. Но мы делаем проекты, сметы, стараемся участвовать на всех федеральных программах. В этом году мы заявились на практически около 300 миллионов на столько видов работ по комплексному развитию сельских территорий. Ждем результатов отбора. Очень емкий был доклад по всем направлениям, в котором мы участвуем. Это и по транспорту, и обеспечению безопасности, и в развитии энергетики, и промышленности. У нас тесное взаимодействие. Сегодня мы увидели, что работа по итогам прошлого года была депутатами высоко оценена. Ну, соответственно, план на 2024 год синхронизированный с нашим министерством. Будем, безусловно, двигаться в этом направлении дальше. В целом, объем финансирования национальных и региональных проектов в 2023 году составил порядка 31,5 миллионов рублей. Объем собственных доходов Абазинского района свыше 90 миллионов, что составило 102,6%. Али Баташев, Фатима Хунова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Профилактика дорожно-транспортного травматизма, гибель детей на пожарах, водных объектах. Эту тему обсуждали в Доме правительства на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. В ходе встречи поднимали вопрос, касающийся состояния работы по недопущению совершения преступлений в период отбывания срока наказания, совершенных несовершеннолетними без изоляции от общества. Также подвели итоги деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних за 2023 год. В целях оптимизации деятельности уголовно-исполнительной инспекции в части принятия профилактических мер в отношении несовершеннолетних в третьем квартале 2023 года проведен анализ криминогенных факторов, способствующих совершению преступлений несовершеннолетними, который рассмотрен на межведомственном семинаре в прокуратуре Карачаева-Черкесской республики. Основной частью преступлений, совершаемых несовершеннолетними, состоящими на учетах уголовно-исполнительных инспекций, явились преступления против собственности. При этом 25% несовершеннолетних, состоящих на учете, не охвачены ни образовательной, ни трудовой деятельностью. В течение четвертого квартала 2023 года проведен ряд мероприятий по взаимодействию учреждений уголовно-исполнительной системы Карачаева-Черкесской республики с районными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав. Пересмотрены составы данных комиссий в части включения в них представителей уголовно-исполнительной системы. Приняты меры по обмену информацией о несовершеннолетних правонарушителях. Жаркая апрельская погода сменится осадками до конца суток 3 апреля и далее ночью и в первой половине дня 4 апреля. Местами в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром. Сейчас прогноз погоды от синоптиков, а после мы расскажем о мерах господдержки сельским хозяйством и форме семейной ценности. Оставайтесь с нами на канале Россия 1. Местами 6-11 со знаком «плюс». В северных районах высокая пожароопасность. В Черкесске ночью кратковременные дочери гроза, днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11, порывы будут до 15-18. Температура ночью 6-8, днем 17-19 градусов тепла и высокая пожароопасность. Около 850 консультационных услуг оказано жителям республики центром компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Карачаева-Черкесии в минувшем году. Специалисты центра оказывают помощь в части, касающейся получения мер государственной поддержки в рамках федеральных и региональных программ, в том числе при оформлении документов для получения субсидий и грантов. Особенно важна данная поддержка в период сбора пакета документов на получение господдержки. Для охвата большей аудитории, оказания помощи каждому, кто ведет фермерское хозяйство или только решился заняться сельским хозяйством, центр временно располагается в здании Министерства сельского хозяйства. По всем вопросам обращаться по номеру, который вы видите на экране. За круглым столом специалисты Северокавказстата, Министерства труда и социального развития, педагоги-психологи, а также студенты многопрофильного колледжа обсудили тему семейные ценности, дети и родители. Альбина Ламкова продолжит тему. Наверстать все упущенное и восстановить некоторую цепочку всех событий, которые происходили в нашей семье. Жестокая расправа над дедом оставила его родных детей без отца. Амалия Багова узнала много интересного о нелегкой, но достойной жизни предков, об испытаниях, выпавших на долю ее семьи. Она говорит, что человек, как дерево, силен своими корнями. И это несомненно, так как история каждой семьи заслуживает внимания. А изучая свои корни, мы познаем себя, свое место в этом мире. Тем самым из малой истории рождается большая история страны. Фундаментом для крепкого государства служит сохранение и защита семейных традиций. Было отмечено в ходе обсуждения темы семейной ценности детей и родителя. Для любого человека семья играет огромную роль в его жизни. Мы растем, становимся личностями в семье. Семья, по сути, делает из нас настоящую личность. Но для меня, наверное, ничего важнее все-таки нет. За круглым столом говорили о понятии семейных ценностей. Обсуждали и анализировали, насколько они важны. Источником исследования и представления об образе жизни каждого человека служат цифры. Формируют данные – растат. Изучая количественную сторону массовых общественных явлений, можно будет иметь картину и о ее качественной стороне. Задача статистики – это формировать официальную статистическую информацию обо всех явлениях в общественной жизни, в том числе и демографических процессах. И, естественно, жизнь семей, она проходит через наши цифры также. И мы захотели поделиться своей информацией официальной статистической заинтересованными пользователями и понять, насколько она им доступна, насколько она им понятна. В оживленной дискуссии были затронуты задачи сотрудничества органов власти различного уровня и общественности, родителей и педагогов некоммерческих организаций и научно-образовательных центров в деле воспитания и обучения молодежи. Альбина Ламкова, Либастанов, Веси, Карачаево, Черкесия. В Карачаево-Черкесии прошел конкурс профессионального мастерства среди сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних. Полицейские состязались в огневой физической и служебной подготовке. В ведомственном тире сотрудники отдела профессиональной подготовки МВД проверили участников на уровень владения навыками стрельбы из табельного пистолета, в сборке-разборке боевого оружия, а также знаний тактика технических характеристик. В спортивном зале конкурсанты выполнили специальные упражнения на выносливость и скорость. По итогам состязания победителем стала старший инспектор ПДН отдела МВД России по Черкесску Белла Батчаева. Она будет представлять Карачаево-Черкесию на окружном этапе конкурса. На улице апрель и ярче светит солнце. Можно бесконечно цитировать слова поэтов «Радуются теплым денькам не только люди, но и птицы». Сегодня в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» можно было наблюдать за лебедями. Пара величественных птиц всегда вместе. По соседству радуются весне и теплым денькам утки. Конечно, у каждого своя территория, но лебеди с утками сосуществуют спокойно. Наблюдение за птицами оказывает положительное влияние на психическое здоровье людей. Ведь лебедь – символ возрождения, чистоты, благородства и поэзии. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Неукротимое, неупокоиво». Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин